Всем привет, друзья! С вами Ева, это, разумеется, я, конечно, с вами Персик. Я испугалась, когда я вообще слышала, зашла в игру, забыла, что он у меня в конце был. И муха сегодня с нами в компании. Каска. Воу, 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 откуда пули? Он даже Персик обосрался. В общем, мы сейчас пойдем спасать Херка, потому что я в прошлый раз еще хотела это сделать, но он где-то здесь, рядышком, вот, да. Сначала в тайник заедем. Поехали. Ты прям будешь вот так ехать, типа, а ты не будешь садиться, ты рисковый. Не, опасно. Но если тебя сдует отсюда ветром по пути, то не говори, что я не предупреждала. Не, нормально все. Я буду смотреть, как Персик за мной егодится. Уу! О, ты задавила. Да, этого, типа, грешника. Ну, то есть, нашего грешника, не их грешника, а нашего грешника. Обожаю с луком ходить, он просто с одного выстрела всех выносит. Подожди, стой, стой, стой. Я тебе стреллю. Да, это ничего страшного, забрал бы. Я точно слышал крики от дома Фрэнка. От дома Фрэнка. Нужно пойти и проверить, как он там. Нифига, ты что мне передал? Что за рыбу? Сколько ты мне рыбы передал? Не знаю, это не рыба была. Рыба, ты мне форель передал, 30 штук. Наживки это были. Наживки? Да. Ого. А где ты наживки, я не выберешь. Затемаешь альт, короче. Выбираешь удочку, нужно менять наживки. Как здесь взрыв. Еще можно набухаться и накуриться, но это плохо. Это плохо, так нельзя делать. Мои зрители не делают так. Зрители Ева не пьют и не курят. Да, а еще такой звук, короче, когда напишешь, такой звук, типа, как в эхо. Ну, я этого не знаю, я просто угадаю. Твою ж мать раз, ты опять сломал гребаный генератор. Как мне теперь открыть дверь и выкатить самолет из ангара? Я сгоняю за шепом, попробуем починить. И богом клянусь, если ты опять не закрыл люк, я тебя уволю. Вход в ангар, нашла. Вот он. На крыше что-то гниен. Я тут видела, как на соседнюю радиовышку сел орел, и у него что-то было в когтях. Видимо, он выронил добычу, теперь она жарится на солнце. Мне помешало бы залезть туда и прибраться. Значит, нам нужно залезть туда и прибраться. Но, как, я что-то не вижу, где там можно кошкой зацепиться. Я вижу. Видишь кошку, где можно зацепить? Я вижу вышку, на которую можно забраться. Персик, ты постоишь здесь. Давай отсюда кошку. Блин, не хочу перебираться. Ты дверь открыла. Бешеная женщина бегает, прыгает вокруг. Я просто не знала, как забраться. Ну, типа, я не подумала, правда. Я говорю, что там за взрыв это сзади, ну, ё-моё, люди. Можете пожить спокойно хоть немножко. Вообще, опять, деревенщина, блин, ну. Расвлечения местные. Кинотеатр ещё не построили, вот они начали. О, блин. Так, мне кажется, ещё выше нельзя, да, блин? Боюсь, что с парашютом я... Э-э-э, не далечу туда. А-а-а, не, не далечу. Ух, е-бой. Не, он тоже не залетает. Не долетает, точнее. М-м-м, блин. Ну, не знаю, мне получилось. О, открой дверь, открой дверь, впусти меня. Ну, тут классная штука. Какая труп? Я заберусь наверх, посмотрю обязательно. Ты открыл дверь, не уже. А, вот, всё, открыл. Хорош. Я заваливаю. Наконец-то. Замаливаю. Спасибо большое. О, деньги, да. Я ничего не сделала и получила за это деньги. Как мне это нравится. Просто, блин, зрячки и только потратила на костяк-крыло. Ну, не, это классно штука. Не, не пользуюсь. Получи очки навыков 3, да, спасибо. Охота с зайца, охота на зайца. У-у, коллекционочка. Я нашёл самолёт, можем на нём быстро подлететь. Да херка, мы не разобьёмся. Если ты умеешь, ладить мне. Скорее, уменьши тягу, крен влево, крен вправо, вид из бомболюка. Как взлететь? Да, да. Как взлететь? Я умею летать, верь мне. Ща, нужно только на взлет на пол. Я закрыл глаза, Эмили, всё, давай. Ай, ай. А-а-а. А можно я сначала слезу? Нет. Давай ты сначала научишься. Я умею. Ой, ой, ой. Чё, самолёт не едет? Не, стрелять. Я тоже, кажется, мы всё взорвёмся. А-а-а, он реально горит. А, лол. Я починю, я могу его починить? Давай, там, правда, топливо выдело. Мне кажется, ты плохо чинишь. Я не уверена, но ты не эксперт, да? И мы такие, типа... Всё? Не можно. Ой, я вижу тебя. Прощай, персик. Снайпер. Пока что. Ага, вижу ещё человека. Персик, 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 детка. Иди, пожалуйста, забей его. О, камон. Тебя убили? А как тебе забраться? Ясно, я... Это очень далеко. Там лезь, он встанет. Сейчас, сейчас. И либо можно с пеной забраться. Я, короче, стою такой. Стреляю от чуваков, вот, ко мне бронированный мужик подходит со спины. Я вообще не понимаю, там... Ну, хорош, пеной мой. Да, нет, ещё один, чувак. Я могу сверху тебя мониторить, где я буду находиться. О, я уже. Только волк. А что, приручить медведя, нужно, по-моему, рыбу поймать. Угу. Угу. Ну, сейчас порыбачить пойти. Порыбачить! Е-бой! Люди вернулись! О, боже мой, надеюсь, они его снимут. А зачем? Ну да, они его снять идут. Чтоб он не раслагался, как минимум. Отлично! Теперь секта не сможет дрессировать судей в центре Клык. Братья Фаулер будут рады вернуть свою собственность. Привет! Кстати, узнай у местных, может, кто в курсе, куда убежал медведь Чизбургер. О, давай узнаем, куда убежал медведь Чизбургер. Расскажи мне. Эй, женщина, ты со мной не договорила, куда ты побежала? Как меня бесит, когда они на середине разговора прерывают речь. Женщина, стой, мать твою, поговори со мной. В каком ты бою нахрен находишься? Ему удалось добраться до одного из бункеров. Нужно убедиться, что он цел. Понятно, Дэйв Фаулер, обязательно убедимся, что он цел. Да какого противника здесь никого нет? Еще эти крики, медведь. Мы нашли Чизбургера и еще детеныша в мусорном баке на заднем дворе местного ресторанчика. Он был сиротой, его мать застрелили браконьеры и оставили умирать. Медвежонку принесли в центр колыб, где его выкормили из бутылочки и вылечили. Несмотря на предписанную диету из ягод и рыбы, мы иногда подкармливали Мишку Чизбургерами, которые тот с детства обожал. Он очень привязан к людям, поэтому не может быть и речи о том, что выпустило дикую природу. Став самым любимым обитателем центра, он навсегда останется жить здесь. Но только вот что-то я его не вижу. Вот эти плакаты с нашими помощниками. Да-да-да. Вот это что зовут? Так, мужик, иди сюда. Расскажи, почему, Герой? Кто мне нужен? Гласная у тебя пума. Спасибо. Хорошо, что мы спасли этих волков от Эдемщиков. Теперь им не что ни грозит. Они отправили своих безумных волков на старую лесопилку, чтобы сторожить пленников. Тут у нас был медведь по имени Чизбургер. Да, это я слышала. Он настоящая знаменитость. Обожает барбекю Чедо. Ну, из-за диабета пришло... Ну, ладно. Ты дурак, что ли? Ты от меня отвернулся. И здесь. Там приехал кто-то, по-моему. Обожаю барбекю Чедо. Ну, из-за диабета пришлось его посадить на диету. Даем только лосось. Эдемщики хотели его забрать, так что я его выпустил. Теперь он разбойничает на свободе. Надо бы его найти. Убедись, что с ним все хорошо. Поймай пару лососей по дороге. Скорми честь бургера лососей, и ты покоришь его сердце. Бежим к нему, только по пути нужно поймать лосось. Я думаю, что по пути будут озера, в которых они водятся. Но я сомневаюсь, что типа медведи там, а лосось на другом конце карты. Это было бы слишком непродуманно с их стороны. Да, на каждом шагу его можно словить. Ну, я вот ловила, поймала только форель, три штуки. Да, у меня постоянно куча рыбы. Я сяду там, типа, смысл, одну рубку словить. Потом с полным рюкзаком. Потом с зубами, короче, ломаешь. О, медведь! Камон, откуда здесь медведь? Нет, нет, пошли! Чик-чик! Эй, слышишь? Персик? Персик, пошли, не трогай медведя нахрен вообще. А чё, медведи же? Так, пускай живёт. А он же не трогает. А-а-а, пума! Персик, пума! Она выскочила из ниоткуда. А-а-а! О, всё, хорош. Персик, пока ты там за своим медведем разбирался. Мне здесь пума покусала. О, смотри, там олень на другой стороне. И пума плавает. Ты распугаешь. Распугаешь мне рыбу, глупая кошка. О-о-о-о, е-бой. Есть! Да ты чё такая бешеная-то рыбка? Ай. А, пума прыгнула в воду. Да, чё за камень? Да, да, да. Ай! Рыбка! Рыбка! Е-е-е-е! Лосось! У-у-у! А ещё нужно окуня и осётра поймать. Капец, это мне с другого ушка дам. Это два-другого поста. У меня тоже появилось. Строи материала. Прихватил осуся! Где я уже прихватила? А где мы-то изнестримки? О, довольно далеко, блин. Ничего себе он умотал. За тысячи километров. Я нашёл чабычу. Чабычу? Да. Я вижу чабыча поймана. Испытание пройдено, чабыча поймана. Ха-ха-ха. Сейчас я убью. Ба! Ой, блин. Да-да, смотри. Серьёзно, я не видел. Ну так, пссс! Я же стрелот! Правда, у него всё, что было, мне не нужно. Монетки. У меня вообще-то 19 тысяч монет. Зачем мне столько денег? Я ни на что их не трачу. Вообще ни на что. Стрелы собираю свои же, которые популяла. Шмотки уже купила. Вертолёт купила. Всё, мне ничего не надо в этой игре. А патроны? Да, ну патроны, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Почему, чувак, у тебя так быстро падает здоровье? Нужно успеть поднять его. Нет. Убей его, я пойду пока подниму. Вставай, вставай. Не стекай кровью. У-у-у! Тут огонь. Осторожней, тут огонь. Много огня. Я не успеваю с тобой бегать. У-у-у! А ты только стуком, да? Да. А что такое? Ничего. Там горящая собака или что-то? Да, да, там собака стояла в огне. Смотрелся очень демонически. Он такой подвигает, смотрится самково. Тут медведь есть лосик. Да? Лося? О, я не думала, медведь горит. Такой, знаешь, стоит, горит и ест лосик. Э, мне кажется, он тебя заметил. Я не спец, но... О, не надо, не надо, не надо, Миша. А, ну ладно. Ну, у него стрела во лбу твоя. Конечно, когда начала бить, я тоже начала его бить. Он вроде как к тебе спиной стоял. Не, он повернулся, когда начал его шмалять. Он повернулся ко мне головой, у него такая прям стрела ровная. Просто я именно в момент поворота выстрелила. Получился так довольно кровожат. Он, видишь, вон, расхреначил их в мясо. А, сейчас начну. О! Что бы ни случилось, не тушуйся. Иди к чизбургеру и дай ему лосося. Этот махнатый малыш у тебя срок есть будет. Вот увидишь. Ой. Я, кажется, его убила. А, нет. Я просто ему в голову нож кину. В смысле, зачем? Я случайно думала, это рыба. Это было надо. Я не очень умный. Перепутала карман. О, Ниша. О, Милаш. Какая кровная морда, прям кайф. Что, мы, типа, не остались? Да не, они что-то заметили. Да и лол. Тут я иногда, конечно, промахиваю жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Пума. Я тебя для чего здесь держу? Я кончусь, стрелы взрывные. Ничего, ничего, нормально. Вот так раскинула. А, они еще справа есть. А справа кто? Красавец, по-моему. Уху! Уху! Медведь, это было страшно. Ау! Пума! 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 Нет, так что-то не бывает. Почему Пума не упала? Ты что, ухерела? Вставай! Берегись! А ты тоже упал? Да. А ты-то что упал? А я не знаю. Я только поднял чужой, а у него... Я вообще не буду. Почему? Все, мои красавчики. Фума, а ты почему не поднимаешь? Иди поднимай и облизывай. А она меня не поднимает. Она меня не динитит. Но, значит, теперь ему ничего не грозит. Да, кстати, лучше я не давай ему чизбургеров. Мишки, диабет. Мишки, диабет. А-а-а! Милая мишка. Как жаль, что у тебя диабет. Я бы тебе столько вкусняшек надавала. А можно я им чизбургер? А, ты погладил пум? Да. У нее глаза разноцветлены. Да, да. Один синий, другой желтый. Давай, очень красивый. Ну, насколько я поняла, короче, медведь тоже броневиков этих убивает довольно быстро, так что я не обломаюсь, если буду бегать и с пумой, и с медведем. Вот это буду еще раз. Он палит? Палит? По-моему, да. Пума не палит. Пума подкрадывается в траве на присядочках. Ее! Ее! О, давай! Эй, поймался! Ну, только маленькая рыбеха, блин, и сопротивляется просто жжёпа. Мне все однажды леска чуть мне не покраснела. А мне краснела, и урбалась. Значит, ты убиваешь этих засранцев! Че ты такая... мелкая? Зарегистрированный избиратель? А хрен с ним! Мне нужна помощь другого рода! Перейдем к делу. Пума, не толкай его! Видишь эту груду разочарования? Он молится еще. Мой отпрыск. Щерк младший. Тупой, как ведро для угля. А, вижу. Хе-хе-хе. Хе-хе. Хе-хе. Убери от меня эту херню! Вот, убери от него эту херню! Я тебе говорил, сучонок дач! Я думал, это он меня сучонком назвал. Помоги недоумку вернуть грузовик. И я займусь подготовкой к выборам. Чтобы вступить с тем, кто Херк, вы должны быть охеренно крутым по жизни. Ты уговаривай по 7 банок пива за 5 минут, и вас должны звать Херк. Блин, Каска, не по всем парамерам проходишь. Да, я тоже знал, что молитвы. Как жалко, что я не могу 7 банок пива выпивать. Тебя зовут Херк, на самом деле? Да. Тебя зовут Херк, но ты не можешь пить по 7 банок, но это как-то неправильный Херк. Пошли, Херк. Такая штука есть, богатая. Слушай, я же ничего не сказал про твой босс, правда? Я же к тебе со всей душой. Просто я всех своих амиго называю чуваками и бро. И неважно, есть у них вагиталий или пенино, или... Пенино. Камор. В четвертой части мы встречались. Только я была аджаин. А, то он у меня ребенок, серьезно. Черт, мои молитвы услышаны. Я достучался до славного царя обезьян, владыки небес. Ну, раз уж ты посланница царя обезьян на земле, ты наверняка в курсе, что я должен вернуть папане грузовик. Он прям рвет и мечет. Если я это сделаю, он пустит меня домой. Снаружи уже жесть, как холодно. Я молчу про бродяг, которые копаются в мусоре и грозят заразить меня болезнью лайма. Идем, поможешь мне найти папин грузовик. Пойдем. Пошуршали, пока папаня не начал стрелять. Он сейчас как бочка с порохом. А можно мне срывать? Можно мне срывать? Сенат его подкосили. Хочу это. Нормально, я в тебя камнями, ты в меня базукой, да? Я тебе сейчас... Ты вообще обалдел. Вот это котище он сказал про персика. Да. Что ты делаешь, что он танцуешь? Решил купить тебя, кто спереди есть. Телочки. Телочки. Да, это... Пума, кстати, не отстает быстро. Пума, не под колеса. Я думаю, там уже притон в этом грузовике устроили человек. Вряд ли мы можем его набрать. Я чернят. Я чернят. Нет, братья, Миша. Грузовик забрать. Ты сломал тебя. Он только что у нас есть. И не слышит. Ты с ним не особо ладим в последнее время. С тех пор, как папа не стал баллотироваться в Сенат, он мне никакой жизни не дает. Бухать на улице нельзя. Пушками махать тоже. Пипец отрепливый, короче. Пигу, ужас. Когда мы отожмем грузовику Святош, он будет рад до усрачки. Он будет меня обожать. А мамка будет обожать больше, чтобы перещеколять папа. Давай ты заткнешься, мы просто сделаем то, что надо сделать. Нет, он не должен. Он не должен. Даже телки столько не разговаривают. Вот я, я телка. Я столько не разговариваю. Ну ты даешь, конечно, Херк. Не мудрено, что отец бесится с тебя. Ура, ура. Свежий воздух и тишина. А, точно, Херк. Он сейчас подняется. Ай, лол. Какой ты глупый. В смысле, в смысле, в смысле, почему? А, у меня еще вроде пистолет есть. Да он не целится в себя, глупый. Он просто бегает по кругу, он не знает, что он делает. Пума поднять надо. Ты поднял я? О, хорош. Так, теперь мы должны лопатки. Люблю театр. Херк, я спешу напомнить, что мы сюда приехали без боеприпасов вообще каких-либо. Да, мне пришлось с лопатами. Спасибо, я знаю. Смотри, у меня лопата с этим. Да, да, с маленьком. Она, кстати, покупается достаточно дорого. Да, не дорого себе, конечно. Ну да. За столько вертолета покупается. Ну вот именно. Итак, переходим к пункту 4. Грузовик далеко внизу. Скорее всего, там нас ждут эдемщики. Даже вижу, кажется, где. Спустимся на нем и нападем, как крутые нинья. Что это? Ой, тоже так могу. У-ху! Блин, не жми. Да, точно. Еще, еще ниже, еще ниже, еще ниже, да, Херк? Е-е-е, Херк! Да, мне тоже нравится. Галышом, камон. Летишь такой, и писюн продувается. Да, но яйца проветрим! Блин, я только что это сказала. А-а-а! Ты бы увидела, как я чувака под короним. Да, у меня есть пума. О, господи, я думал, это враг стоит. Хе-е, пока другие не пришли. Там уже идут другие чуваки, уже идут. Вот они, смотри, вот прям здесь. Моя стрела, может сесть на пулеметную дичь. Сейчас, секунду. Хорош. Ха-ха-ха. Так, а почему-то мои стрелы стали ломаться, раньше они не ломались. Не смешно, живей, подруга! Может, потому что ты их ни разу не покупала, и это те стрелы, которые тебе в начале игры были? Наверное, возможно. Черт, бро! Бабка будет пьярости, когда увидит дырки от пунктов. Чувак, чувак, у нас беда! Доберись до холодильника и проверь, сколько банок звездюлей там осталось. Ха-ха-ха. Сколько банок звездюлей? Ты там остался, что ли? Я уехала. А, нет, ты со мной хорош. Ух, я думала, ты там просто. Персик там еще, не скоро бегать. Персик уронили! Нееет! Я очень плохо слышу Херкас и его музону. Херкас, если ты сделаешь музон потише, я буду лучше тебя слышать. А я его... Я могу тебе говорить, что он... Что он что-то сказал, типа, если бы король-обезьян нас видел... Царь-обезьян, это его священное животное, его священный тотем. Ты тоже, что ли, стреляешь? Да. А ты как? Ну я... Ну я... Станата. Угу. Мудро, потому что... Ой, я заодно эту... Плантацию их разрушила пути. Ну так вот, собственно. О, колесо за нами катилось колеса. Вот он пригодится. У-у-у! О, вертолет. Он так прям рядышком взорвался. Ой, я не знаю. Да нет, ты выпил пиво, мы забрали машину. Только телочки не встретили. Вау. Ну так я же не херк. Будут состоять ты, я, мой кузен Акула и куча жарких телочек. Ухать и отрываться без передышки, бро. Ладненько. Ну только, типа, ну я же не херк, ты не возьмешь меня. Я в курсе уже. Я уже причиняла правила. То есть, сирк. Ну, тебе не очень, наверное, жаркие телочки. Ну, как бы, посмотреть, ну что? Херком старшим. Рабань! Смотри, Нэнджи вернулась. Я ее верну. Главное, что она цела. Вижу, помощник, ты держишь слово. Я тут поразмыслил, пока вы там бегали. Заправлять в Сенате слишком сложная работа. Мне не справиться одному. Так что мне будет нужен помощник, руководитель избирательного штаба. И ты идеально подходишь на эту должность. Вот тебе первое задание. Везде таскай за собой младшего. И чтоб я больше не слышал, как он молится за ее обезьян. В башке я полосил. Ура! Херк! Ты теперь можешь быть с нами! Ура! Я знаю Монтану лучше все! Я знаю Монтану лучше все! Ой, персик еще устанавливается. Еще две минуты целых будет устанавливаться. Значит, вы с Херком теперь работаете вместе. Он ездил по всему миру, но кажется, не научился ничему. Разве что взрывать все, что ни попадя. Если он опять начнет гнать про обезьяны взрывчатку, постарайся пропускать это мимо ушей. Ох, магазин бы найти! Без магазина сложно идти. Я только что видела, как из воздуха прорисовался грузовик. А он с чем-то? Блин, это хрен не называет. Ты по телеку стреляешь, да? Я не заметил, что я не знаю. Да. Я думал, как раз стреляешь по нам, а по-моему, заходи начинает пить. Сейчас. Может быть, он сгореть сможет? Походу, нет. О, випсиктант убит. Круто. Как твою мать, как жжаться! Че у тебя жжаться? А я щед! Готовлю для сопротивления! Такой бомж! Круто, с крутой. Ассистанты убивают сэшелок. Эээ, короче говоря, в лужевольщики пладают. В лужевольщики пладают. И что еще хуже, я... Господи. Какой у него забыл. Зачем они взяли бомжа в повара? Я бы не смогла есть после него. Ну, блин, он готовит, он не ест как бы. Зверей точно можно найти неподалеку. Вызнаешь тачку и сразу отобьешь на сцену. Ха-ха-ха-ха. Чувак, это отвратительно. Это отвратительно просто. Ну-ну-ну... Ну... Ой, камон. То есть он... Он, короче, я уверена, это идет поссать в кусты, он руки не моет потом. Он просто идет готовить Альф. Это... Это как приправа, наверное, у него. Фууууу. Соберите мясо сбитых машин и рогатых животных. Сбитых машин и именно? Вот типа самих застрелить нельзя, а... Ну, это же бомж. Ну, типа... тут мужик с ракетницей по мне тоже очень больно бьет а меня уронили пума упал рядом я думал вас положил один чувак а там пулеметчик станет ну я просто видел реально много очень сбитых после дороги это само да конечно поэтому ты отлетел пума пума твоя мертвая тихо тихо смотри смотри индюшка с медведем камон серьезно индюшка ты на что надеялась эти индюшки они просто отбитые кстати ну как она она умерла она не хотела вообще лезть на этого медведя она сгорела она вся смотри какая горелая лоб бой зимой ооо пипец это жестко ты чего отряхнись я не могу она не дает себя гласит нам позвонила акула сказал у него есть отличный план по уничтожению тихонов вот только обошел вообще не разбирается в оружии так что наверное хочет их тупо сжечь наконец-то договорил мы нашли редкость ниоткуда появились типа враги вот я стоял смотрю на дорогу и они но они спавнятся даже пума за что ты его пума загрызла нашего он бросился на него и сексу персик не уедет не хотела обижать ну офигеть фонков прибежал ого реально ой это же все судьи не очень поняла типа соберите мясо животных я пришла сюда но здесь нет мяса животных сбиваете на дороге рогатых животных и принесите добычу чаду не просто ищите а сбиваете а особенно а нести мясо сюда надо но от него бежит надо его подстрелить наверное о хорошо а блин так жестко пипец он во первых со скалы упал во вторых я он живой лол я он короче упал со скалы я квадроцикл на него сверху упал и он еще живой лол что может мы его его напарники возьмем да еще раз бил ему пофиг вообще подожди их нужно подстрелить мне кажется тут еще дофига это вау вау я лол он еще живой господи я случайно нашла какую-то штуку а ну как бы немного стрёмно учитывая что это бункер и над ним висит вот это все обратно смотри господи просто посмотри на вот это боже мой кровь нит аут за стилс погоди он короче видимо прятался здесь и вас достали и повесили мол типа я нашел тебя нашел хорошо ну ты а все похороняю ой 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 тут очень страшно ну поэтому я ну записка на бумаге я забарракодировался тут надежнее чем у бога за пазух и проклятые эдемщики ни за что не найдут меня тут много еды я еще и заметил грибы которые вроде как съедобные будет чем прокормиться если придет нужда у воды мы нашли я не понимаю типа как лось выжил при падении со скалы еще и квадроцикл а змея меня укусила змея а а господи испугалась как здесь я вообще не видела бегу такая тут не в экран бросается какая-то струя и я весь в зеленых пометках элай поручил не следить за дорогами и активностью святош раньше здесь было полно детей они смеялись играли в мяч я их учил я играл в малой лиге был шорт стопом в пумах округа хоу правда очень давно до проклятой войны я тут карточки просматривал всю мою команду убили могу поклясться что у меня был полный набор но кое-каких почему-то не хватает смотрю у тебя есть несколько но я хочу собрать все найдешь их приходи напомним людям о прежних деньках а это сколько мне карточек нужно собрать бейсбольные карточки нужно найти чтоб отдать ему все вообще чтобы ему отдать у меня пока только 2 из 9 найдено а вот и тайник под землей я пошла искать в тайнике под землей что-то хорошо мне сейчас как раз в тайнике ты такой ходишь на легкие а за мной все просто а я в бункер кстати прыгнула и меня из-за этого вертолет не смогли так и чё я тут должна была найти не знаю записка лежала и сказала что в тайнике под землей я что-то найду а вот зажигательные они тут они у нас бомбы кидают ну чё мы же в этом тут ничего нет в тайнике под землей в смысле обманная записка а смысл зруинила машину она больше не катается в смысле она типа застрял чтобы я в этом лесу сколько не катаюсь ни одного олени не могу найти как пешком бегут так одни олени опять все нет умри сколько тебя можно бить мутузит кулака а че он не умирает о о мясо мертвое животное такое взорвано охренеть я аж испугалась Да баба С мужиком, у которого тряпочка на голове Тэм, я знаю, что меня не поймешь, я тебя прощаю Ты слышала отца, но не поняла, о чем он говорит Врата Эдема дали мне то, чего мне не хватало Смысл жизни Благодаря отцу я знаю, что мне делать И с кем я должен стать Я бы хотела пройти этот путь вместе с тобой Не понимая, что это неизбыточно Может, я была с тобой немного резко Я не извиняюсь Просто признай Но Элая говорит, что ты ничего Пока что я буду считать так же Покажи, чего стоишь Да я уже столько всего показала Я тебе сейчас уберу пушку Знаешь, сколько я уже всего сделала Сейчас твоя репутация сильно пострадает Прям в этот нос Элая, он сказал, что это поможет координировать действия Но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку Мы так уж и быть разрешим Беда в том, что он не может поймать сигнал Нам сообщили, что сектанты глушат весь район И сказали, каким образом Похоже, два глушителя стоят на вышках А третий у мобильного патруля, следящего за дорогами Захвати две вышки У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль Я скажу тебе, где его искать Сделай это И может завоюешь моё доверие Ты сейчас на серьёзных щах говорила, а у меня, между прочим, там На парне дверь ваша бит тебе Самые умные действия мы совершаем Ну блин, мне скучно было Я в тупике Я не только, я ещё лапочку нацелу Где лестница наверх? А, вот она, я не в тупике Всем большое спасибо за просмотр С вами были Ева и Каска И Персик, конечно, который и горел И бросается под машины И вообще ещё только не делает бедное животное Увидимся в следующих сериях Пока-пока